Для каждого, кто хотя бы раз по какой-то причине бывал в суде, фигура судебного пристава знакома. Люди в форме встречают всех на входе, проверяют на наличие запрещенных предметов и охраняют порядок во время судебных процессов. Но каждый рабочий день у этих служителей закона начинается с построения и инструктажа. Служба хоть и гражданская, но порядки здесь близки к военным. Инструктаж у нас проходит каждый день перед заступлением на службу, состоит он из двух частей. То есть это практическое и теоретическое. На практической, как вы уже сказали, отрабатываются приемы рукопашного боя. На теоретическое это основные положения законодательства, касаемые судебных приставов по УПДС. То есть это федеральный закон о судебных приставах, применение физической силы, специальных средств огнестрельного оружия. Только после этого приставы отправляются на рабочие места. Здесь ими руководит старшее подразделение. В Октябрьском районном суде эту должность занимает Дмитрий Зинченко. Пристав с 13-летним стажем. За время своей практики сам Дмитрий в необычной ситуации не попадал. А вот с его коллегами происшествия случались. Забавный случай, в первое время пройдения исполнительных действий. Это было давно. Должница укусила звену пристава за ухо. А так вот стараемся не доводить до этого. Обеспечение порядка и безопасности в суде – это только часть работы приставов. Они также следят за исполнением судебных решений, участвуют в розысках и даже проводят дознания по уголовным делам. Михаил Меньшанин, Евгений Зыков, Регион 29.